Добрый день, друзья! И сегодня самый короткий ролик. Отвечу лишь на один вопрос. По практике я есть, да? Я есть, пребывание, растворение во всём окружающем мире и так далее. Эта практика есть во всех духовных учениях, по сути дела. Очень часто к ней прибегают буддисты и не только. И очень часто человек, пережив вот эти вот ощущения, когда он един с целым миром, когда он есть всё, потом пишет мне и говорит, это и есть инфодайвинг, тогда где информация, как брать в этих состояниях информацию, я пребывала уже в этих состояниях, я есть. Это очень хорошее состояние на самом деле, но информации там нет. Когда мы говорим об инфодайвинге, мы говорим о Творце. Есть состояние не я есть, да? Когда я есть, я есть в каком-то объективном мире, существующем вне меня, вне моего сознания, в который я пришёл и растворился, да? А когда есть практика «я Творец», я создал этот мир, да? Я создал этот мир, я создал эту реальность, я несу за неё ответственность, это моя реальность. И вот в этом состоянии «я Творец» своей реальности, именно своей реальности, информация уже доступна. Но в состоянии «я есть» единица всего целого информации нет. Потому что когда вы приходите на чужую территорию, её нет. А когда вы на своей территории создаёте это всё, она есть. Это разница в положении точки сборки. В одном случае оно загоняется в крайне левое положение, грубо говоря, да? Там, где мир объективен, и вы растворяетесь в этом объективном мире. В другом случае вы загоняете её в крайне правое положение, где есть вы, вы Творец, вы создали всё это, и это есть всё вы, и вам не надо ни в чём растворяться. Это само собой разумеется, что вы и есть этот мир. И в одном, и в другом случае состояние целостное, но в одном случае оно относится к объективному восприятию, в другом случае к субъективному восприятию. Это противоположные точки. Точка сборки ездит совершенно в разные стороны. Поэтому, если вы практиковали или практикуете практику «Я есть», это прекрасная практика, которая даёт покой души, которая даёт умиротворение ума, которая приводит вас в балансное состояние, в равновесное состояние, потому что там тоже ум спокоен, затихает, выключается, там тоже эго приходит в баланс и так далее. Это прекрасная практика, но информации там нет. Сперва надо вернуться в позицию «Я творец» своей реальности и с этой позиции заходить за информацией. Иначе не будет объективной информации. И, господа, в этом выходит вся разница. Когда мне начинают писать вопросы, задавать вопросы по гипнозу, по тому, как работать с людьми, что я делаю не так и так далее, вы ушли в другую сторону. Вы ехали во Владивосток, а уехали в Париж или наоборот. И вы у меня спрашиваете по дороге, что я делаю не так. В момент, когда вы принимаете решение, с какого восприятия вы будете работать, мы работаем в инфодайвинге только с субъективного восприятия. Субъективное восприятие начинается с чего? С взятия ответственности за всю эту жизнь на себя, да, и возвращение Бога в себя. Вот этот вот момент, он ключевой. Потому что все программы, где я не принимаю себя, я не ценю себя, я не люблю себя и так далее, они всё равно, я не верю себе, они всё равно уходят в программы взаимоотношений с Богом. Это уже Бог вынесен. Если эта программа в вас есть, значит, Бог уже вынесен. Возвращайте Бога на место, и тогда практика. Я есть творец своей реальности, и она поможет вам прочувствовать это состояние, когда есть только вы. И всё остальное – это субъекты вашей психики. Все остальные люди – это субъекты вашей реальности. И здесь очень такой сложный момент. Один из, на мой взгляд, самых сложных – это момент гордыни. В это время очень сильно активизируется гордыня. Когда можно сказать «Я Бог», да, и даже кулаком по столу стукнуть. Так вот, как только у вас возникло внутри такое проявление, всё, практика «Я творец» уже закончилась, потому что вы не взяли ответственность на себя, вы притворились Богом. Это разные состояния. Понимаете, здесь очень много тонких нюансов, и они все идут через чувства. Именно поэтому чувства здесь очень важны, когда вы действительно чувствуете вот это состояние, состояние, когда вы исходите как будто с другого матричного уровня, смотрите на этот вот мир через тоннель своего тела, и понимаете, что вы сейчас его творите. Причём это идёт не как понимание на уровне ума, это идёт как озарение, как прямая связь от Бога. То есть энергия информации качается напрямую от Бога к вам в программу ума, и она в данный момент помогает вам в сотворчестве. Поэтому отключать программу ума в данных случаях нельзя категорически, потому что не просто так в структурах психики есть связь. Душа, Высшее Я, Эго, есть программа ума, но программа ума имеет отдельную, одностороннюю связь от души к программе ума. Для чего эта связь была введена? Для того, чтобы на этапах детского возраста раннего образа сформировать интеллект с одной стороны, если можно было бы заходить на формирование интеллекта через Высшее Я, там тоже есть такая возможность. А с другой стороны, это канал озарений. Это канал озарений. И когда вы входите вот в это состояние «Я есть творец», то, соответственно, вы смотрите на этот мир с позицией души полностью. И таким образом всё, что вы делаете на интеллектуальном уровне, идёт по прямой связи как озарение. Поэтому мы к этим состояниям пришли, изучая состояние управляемых озарений. Не просто так, нету ничего, чтобы мы тут городили бредятину и рассказывали вам какие-то вещи, которые не стыкуются. Они все стыкуются, они все очень гармоничны. Но для того, чтобы перейти в субъективное восприятие, надо отказаться от объективного. На какое-то время. Вот вы перешли, потом вернитесь. Точку сборки можно катать туда-сюда миллион раз за день. Но когда вам надо что-то проявить, сотворить, вы помните, что у вас есть зона, которую люди не используют вообще, потому что религии и так далее, её полностью хвост обрезали. Зачем? Это территория субъективного восприятия. Если вы тренируетесь на ней, ну тогда ответственность на себя и Бога в себя. Обязательно Бога в себя. Пока вы его в себя назад не вернули и разобрались со своей кордыней, соответственно. Пока вы это всё назад не вернули и не пришли в балансное состояние, это не работает. А в этих состояниях, получается, классно работает доступ к информации. Я думаю, что я объяснила, чем отличается состояние. Я есть всё, и я творец своей реальности. Своей, своей реальности. Вы творите свою реальность. А реальности других лиц творятся вторично, как продукты вашей психики. Вот.